Всем привет, с вами Катя. Всем привет, с вами Варпат, и сегодня мы будем делать распаковочку новых наушников. На нашем российском рынке появился новый разработчик, новая компания, которая называется Q-Cyber. Они предоставили нам наушники, чтобы мы вам показали, как они выглядят. Мы с Катюхой с удовольствием согласились, да, Катюха? Конечно, у тебя же как раз наушники испортились, и они тебе как-то... У меня порвались имбишуры с внутренней стороны, просто уже износ был. Давай, Катюхой, принимайся за распаковочку. Выглядят они классно, называются Q-Cyber Dragon 2-й версии, первая выглядит немножко иначе. Здесь у нас имеется очень классная комплектация, даже есть 7.1 звучание. Ну, оно делается, знаете, как виртуально оно создается, то есть там не 7 динамиков, да, как это раньше когда-то было. Ставили 5-7 динамиков, наушники, это в основном BBK делали. Вот, здесь виртуальный звук у нас, друзья. Написано, лучший выбор российского геймера. Пожалуй, лучшие наушники в городе, знаете. Вот. Что у нас? Это ты все, да, достался? Да, все. Это у нас драйвера на наши наушники. Дальше. Макулатура, инструкция. Ну, как правило, никто не юзает ее, не смотрит. Так, знаете, можно полистать ее буквально там быстренько-быстренько. Гарантийный талон и наклейки. Да, гарантийный талон обычно ставят в магазине, но мы взяли это не с магазина. Слушай, а наклеечки это классно. Вот очень мало производителей ложат сейчас наклеечки. Насколько я знаю, их всего 2 или 3 штуки, те, кто ложат. И Q-Cyber пошли по хорошим стопам, по стопам хорошей компании, которая тоже ложит наклеечки себе в коробочке. В общем, выглядит это так. Вот так вот они классненько выглядят, ребята. Я также пущу небольшой смотр, да, как это все выглядит. Вы это все ближе увидите. Они лежат все, блин, все настолько красиво уложено, чтобы они не побились, ничего с ними не произошло. То есть, если вы даже будете заказывать их в интернет-магазине, и вашу коробочку будут пинать грязные, потные чуваки, которые находятся на почте России. Да, доставай. Они у вас, ничего с ними не случится. Реально, здесь очень классный поролон такой. Ух ты, какой шнур. Слушай, он прям массивный. Вот что мне уже нравится в этих наушниках, очень длинный провод. Здесь, скорее всего, 3-метровый провод идет. Давай посмотрим. И он идет в обмотке. То есть, когда он будет тереться об стол, да, либо еще об что-то, он не протрется. То есть, на тканевой основе это очень-очень стильно и очень классно. О, вообще длинный. Слушай, это подробный плюс. Примерно 3 метра, да. Вот, допустим, у Катюхи, мне-то как-то ладно, у меня USB-шки со всех сторон торчат в компьютере, а вот у Катюхи спереди USB на компьютере не работают, и мне только сзади втыкать. И это отличный вариант. Да, если мне сделать ее сзади, то у меня, ну, хватит. Да, если сзади, у нее работают только сзади USB-шки. Слушай, здесь прям пластмасска это такая. Да не убирай. Ладно, оставим. Смотрите, здесь такая панель интересная. И смотрите же, что самое главное, феоритовый наконечник, как он, как-то так, не феоритовый, феоритовый. Подправьте меня в комментариях, как-то вот наконечник этот называется, точно не помню. Он от всяких посторонних шумов. То есть, посторонние шумы, если телефон зазвонил, у вас наушники на это не отреагируют. Смотри, как тут все красиво сделано. И главное, что даже без инструкции тут все понятно, что здесь есть. Пульт управления прямо вот у нас на наушниках. То есть, вы, допустим, сидите, да, делите наушники на уши, у вас рядышком лежит пульт, вам не нужно не лезть. Вот вы играете в игру, да, там, КС-плотная катка. И вам срочно нужно сделать звук погромче, потому что сзади у вас родители начинают лютую дискотеку. У вас соревнования на 10 тысяч долларов. Ваша команда вот-вот проиграет, вам надо резко сделать погромче. Просто на пульте управления делаете громче, тише. И также здесь, кстати, регулируется подсветка. Вот что мне больше всего понравилось, у этих наушников есть классная подсветка. Смотрите, такие они красивые. Они реально классные. Здесь, давай я почитаю, ты рассказывай о дизайне, а я почитаю. Смотрите, здесь вот этот вот микрофон. Здесь у них усовершенствована система вибраций с двумя режимами работы. То есть, это вот эти вот амбишуры, да, они очень мягенькие. Слушай, вообще, так вообще... Как заявляет разработчик, в них можно сидеть очень много часов, и уши не будут уставать. Как тебе? Знаешь, такая изоляция, кстати, я тебя вообще плохо слышу, на самом деле. Когда хорошая изоляция, это хорошо, ребята. Слушай, смотри, мне что нравится. Здесь еще сверху есть как подушечки мягенькие, вот здесь. Да, там тоже амбишура стоит. Да, что очень удобно прям. Знаешь, ты практически не чувствуешь наушники, а то все так мягко сидит. Согласитесь, Катюха даже в наушниках выглядит классно. Вот. Потому что классные наушники. Да, я одену. Мы их до сих пор не открывали, то есть, как они приедут. Слушай, они, ну прям... Вот я бы не сказал, что они плотно прилегают к ушам. Единственное, что минус... А, нет, слушайте, убирается. Я думал, не убирается микрофон, я бы хотел это сделать минусом. Нет, микрофон убирается. Единственное, что он не подходит ко рту, да, он не мягенький. Ну, потому что, может быть, он на самом деле очень хорошо улавливает, что это не нужно. Микрофон здесь с шумоподавлением, ребята. То есть, если вы будете что-то говорить, задние шумы будут убираться. Мне кажется, наоборот, удобно, когда тебе чуть ли не в рот есть микрофон. Огромный плюс, который я сейчас чувствую на своих ушах, это то, что они не давят мне на уши, как мои старые наушники, и изоляция хорошая. То есть, они не давят на уши, я не чувствую. Они очень легкие. Они приятны себя. Они легкие. Они легкие. Вот что самое классное. Здесь вот подушечки, кстати, тоже в тему сделаны. Ну, слушайте, новый производитель, который вырывается на рынок, он всегда делает что-то новенькое и по разумным ценам. Здесь также металлическая основа у них идет. Можно подделать под любую голову, под большую, маленькую, лысую, волосатую, какую хотите. Под все головы она подделывается. Держи, котёк, наушники. Вот. В принципе, да, удобно. Вот одень сейчас наушники, да, и вот рядышком вот этот пульт ложится, и он направлен сразу к человеку. То есть, к тому, кто сидит. Мы их, конечно же, подключим, посмотрим, как это всё выглядит. Ну, что ты ещё можешь сказать про них? Как тебе? Как тебе дизайн? Вот я, насколько знаю, здесь ещё настраиваются подсветочка на них. Ну, давай, когда мы подключим ещё к компьютеру, всё это просмотрим. Посмотрим, послушаем музыку, и всё это вам сейчас расскажем. Да. Как оно? Потому что мы, как рассказали, то, как оно выглядит, а на деле мы ещё не проверяем. Сейчас проверим. Как оно будет звучать? 7.1. Объёмный звук. Виртуальный. Мы 7.1. Мы воткнулись сейчас в переднюю USB, поэтому так немножечко корявенько всё выглядит у нас в подключении. Также, смотрите, можно вот отключить, включить подсветку этого пульта и наушников. Если мы ещё раз нажимаем, у нас загорается и то, и другое. Ещё раз нажимаем, у нас только вот, вот это вот что такое? Это вибрация, да, Катя? Она меня не слышит, я понял. Вот, смотрите. Отключить, включить вот это вот. Сейчас отключен микрофон, включен микрофон. Проверку микрофона вы увидите в самом конце, в самом конце. Послушайте, как слышится этот микрофон. Ребята, кто узнал песню, ставьте лайк. Ну, слушайте, это круто, это круто выглядит. Сейчас давайте я присяду, Катюк маленько меня поснимаю. Нет, дашь? Нет. А не мои? Нет. Давай ты меня теперь поснимай, я послушаю звук и расскажу ребятам. Да. Ребята, по моим ощущениям, вот эта вот кнопочка, самая нижняя, она отвечает, у неё две системы вибрации. То есть, вот сейчас я включил, у меня прям долбит по ушам, я нажимаю ещё раз, и мне ещё в два раза больше долбит по ушам. Это просто супер. Знаете, вот как басы только на ушах стоят, и ты прям сидишь такой. Кстати, это действительно я первый раз такое вижу у наушников. Я сколько всего видел из... Это жесть, вибрирует голова. Вот это сделано специально для прослушивания музыки, для любителей баса. Для игры это, конечно, мелочи и ненужная фигня вообще, которая не будет использоваться. А вот именно для музыки это очень круто. То есть, люди такие, как Катя, она любит басы, она вот стоит, всё с улыбается. Она кайфовала, сидела. То есть, я, конечно, заснял первые секунды, когда она прослушала, но она сидит такая прям, прям, знаете, прям её качало. И вот меня сейчас дико качает. Они, ну, прям вибрируют. Вот попробуй заснять, они прям видно, что вибрируют. В макросъёмке просто, да, она же на макро переключится, и попробуй показать. Она прям, как вибрирует. Ну, эти не видно. Ребята, подведём итоги этих наушников. Мне безумно понравилось. Вот честно, вот честно. Вот, пацаны, по-пацански, респектую таким наушникам. Я впервые вижу такие вибрации, такой виртуальный звук 7.1. В играх мы не сможем проверить, потому что мы находимся сейчас у Кати дома. Я это всё буду уже тестить у себя дома. И звук микрофона я тоже запишу уже из своего дома. Это вы в самом-самом конце там увидите. Ну, слышите. Они действительно офигенные, потому что сколько я не мерила наушников вообще. Эти самые лучшие на самом деле, правда. Чисто вот по-пацански, чисто по-девчати тут вам рассказывают. Но это стоит того. В описании я оставлю ссылочку, где вы можете узнать более подробную инструкцию. Мы с вами, точнее мы с Катюхой не такие уж и обзорщики. Мы больше как пользователи этим всем, как юзеры этим всем пользуемся. То есть мы одели, послушали, оценили. Это я так послушала, оценила. А ты-то всё равно разбираешься в технике. Ты сколько работал с такими наушниками и техникой. Я полтора... Даже два года работал с техникой вообще. Я ничего подобного ни разу не видел. Серьёзно. То есть я любитель дорогих брендов. Любитель крутых наушников. Но они не передают такое звучание, как передают вот эти вот наушники. Я не знаю, как это объяснить. В ценовом диапазоне они в такой же ценовой ленте стоят. Но они и для игр, и для прослушивания музыки. Вот так вот, ребят. Ну всё, ребята, на этом наш обзор кончается. Всем спасибо за просмотр. С вами была Екатерина. И в Арпачи. Я заберу эти наушники. Ты не заберёшь эти наушники. Я заберу эти наушники. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Она серьёзно, она серьёзно как бы это, намеревается забрать их, ребята. Давайте пишите в комментарии, кому наушники, мне или Кате. Ну, конечно, я знаю, вы там Кате сейчас напишите. Нет, давайте мне наушники. Ребята, и все мы знаем такую штуку, то, что наехал провод на... Точнее, колесо на провод, и обычно, в обычной обвёртке, типа, знаете, как резиновая оплётка, она постоянно рвётся, провода постоянно куда-то деваются. И мы, как ленивые задницы, нам же фонарь привставать, чтобы объехать провод. Нам проще его что сделать правильно? Объехать вот так вот. И вот этот провод можно объезжать сколько хочешь раз вообще. То есть, вот объехали, вот ещё объехали. То есть, мы уже обкатываем в таких условиях, знаете, как это всё можно делать. Вот, видите, вот хоть сколько объезжая, и хоть бы хны будет такой оплёточки. Это, на самом деле, очень и очень громадный плюс. Ещё тут у Катины носочки. Пингвинчики. ХАААААААААААААААААААААААААААААААААААКС! Ну что ж, ребята, вот так вот звучит микрофон. В принципе, я вот тут уже послушал его. Для наушников вообще хороший микрофон. Для онлайн-игр вполне сойдёт. Мне понравился у него шумоподавление. То есть, у меня вот сейчас на заднем плане, на самом деле, есть шумы, но их не слышно. И это очень классно. Также напишите в комментариях, понравился ли вам такой обзор, делать ли еще что-то подобное. Если да, то пишите в комментариях, типа да, хотим еще обзор, то мы с Катюхой будем брать всякие вещи на обзорчик и делать для вас небольшие аппекинги, анбоксинги, распаковочки и смотреть те или иные девайсы. Ну, все, на этом все. Всем удачи, всем пока. Адьос, амигос. Надеюсь, вам понравилось. Ну ты, блин, все снес. Че, все снес? Пока.